Если послушать российских или американских политиков и экспертов, то карабахский конфликт не представляет приоритетного интереса для держав и им почти что, нет до него никакого дела. Но стоит одной из сторон попытаться взять в руки инициативу, как другая немедленно начинает ревновать и мешать этому. Кто-то возразит, мол, политические параллели и все такое. Это все понятно, но существуют отношения Москвы и Баку, которые должны быть выше тех или иных моментов. Азербайджан – честный и надежный партнер России, один из немногих, кто никогда не наносил ей удара в спину. И российские медиа, по причине соблазнительности армянских подачек или из каких-то других побуждений, строчащие сегодня про армянские пасквили по карабахскому вопросу, не должны об этом забывать. На этот раз, туманная перспектива более активного вмешательства США в разруливание карабахской проблемы, взбудоражила аналитиков комсомольской правды, выступившие с опусом США готовят меч, чтобы разрубить карабахский узел. Публикация содержит много далеких от реальности деталей, с явным армянским ароматом. Но особо бросается в глаза попытка выпятить самостоятельную роль сепаратистского режима, установленного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Выстраивается образ маленького, но гордого непризнанного государства, которое, дескать, само, своими ратными силами сдерживает десятимиллионный Азербайджан. Автор статьи хочет убедить читателя, что какие-то процессы, идущие в оккупированном Карабахе, например, предстоящие в будущем году нелегитимные, так называемые выборы, способны определять будущее региона. После ряда неудач Еревана на мировой политической арене, многим в Армении не спалось, и корреспонденту популярной российской газеты «Комсомольская правда» Александру Гришину, наверное, тоже не спалось. Ему внезапно захотелось написать про Нагорно-Карабахский конфликт. Гришину наверняка понадобилось всего лишь пару часов для того, чтобы сотворить свой шедевр о конфликте, который продолжается уже три десятилетия. Один из самых щепетильных вопросов современности, корреспондент «Комсомольской правды» решил уместить, в какие-то пять с лишним абзацев. А информационным поводом для этого послужило письмо, которое Пашинян якобы направил генсеку НАТО. В Армении на данный фейк, отреагировали уже очень многие, кому не лень. Было сделано даже официальное заявление со стороны армянских властей, что данное письмо не является подлинным. Тут возникает вопрос, почему же не спалось Гришину? Почему этот фейк так взбудоражил правительство и армянские диаспоры, которые тотчас же потянули за нужные веревки в СМИ России? Может, все-таки за этим фейком что-то кроется? Это одна сторона вопроса. Теперь вернемся непосредственно к статье в «Комсомольской правде». Неужели Гришин ни разу не слышал о миллионе азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха, о резолюциях ООН, которые признают факты оккупации азербайджанских земель, о хаджалинском геноциде? Не знать об этом журналист не может, тут дело в интересах, моральных, материальных и так далее. А где редакторы этой уважаемой редакции? Наконец, перейдем к конкретным ляпам и перлам этого так называемого, обозревателя по глобальным мировым политическим вопросам. Ответ Гришину поступил от его же соотечественников. Известный российский историк Олег Кузнецов посчитал необходимым ответить автору статейки. У меня нет ни малейшего желания, как-то комментировать откровенную дезинформацию, которую для комсомольской правды написал некто, кто скрывается за именем Александра Гришина. Даже по структуре текста видно, что статья «Заказная» написана по шаблону, отражая ряд тезисов, которые надо было только облечь в какую-то удобоваримую для прочтения литературную форму. В связи с этой статьей меня волнует совершенно другое, и это напрямую связано с темой Нагорно-Карабахского конфликта. Для многих российских медиа совершенно не важно, что есть на самом деле. Они будут публиковать только то, что обусловлено политической целесообразностью для внутреннего потребления в России. Не исключено, что поступил заказ, всеми силами и средствами, формировать принципиально новый стереотип восприятия, содержание Нагорно-Карабахского конфликта в глазах российского обывателя. Дескать, есть Армения, но она ни при чем, есть независимый Карабах, который воюет с Азербайджаном. Получается, что сам Азербайджан не хочет или не может восстановить контроль над своей суверенной территорией, но ни Москва, ни Ереван к этому не имеют никакого отношения. И этой пропагандой будут заниматься русскоязычные гастарбайтеры, готовые за корку черного хлеба писать то, что им прикажут. Что касается заверений комсомолки, что у Армении нет своих войск в непризнанной республике, то хотел бы напомнить, что после событий апреля 2016 года, Министерство обороны Армении опубликовало списки погибших. Так вот, среди них не было ни одного уроженца Карабаха, но зато значились более сотни уроженцев собственно Армении. О каких вооруженных силах, так называемого Арцаха может идти речь в этих условиях, когда официальный Ереван не отрицает и даже не пытается отрицать, что пушечным мясом в Карабахе, сегодня являются исключительно призывники из территории Армении, а местные там в армии не служат, так как, там они или в полиции, или в закреплении. Миноградотрядах, позади позиции армянских вооруженных сил. Меня особенно умилила следующая фраза, у Армении нет своих войск, в непризнанной республике. На линии обороны стоят части и подразделения Карабахской армии. А армянские войска находятся на территории Армении, пусть и в непосредственной близости к границе. Так и хочется спросить журналиста Александра Гришина, написавшего эту чушь, сынок, а где тогда по-твоему сегодня служит Пашинян-младший? Понимаю, что за кусок хлеба и не такое напишешь. Если условный Гришин не настолько глуп, то перед тем, как приступить к написанию своей галиматии, мог бы обратиться к официальному сайту Минобороны Армении, который регулярно публикует информацию о боевых, небоевых и санитарных потерях среди армянских военных в Карабахе, и посмотреть, куда именно отправляются гробы с телами погибших для захоронения. Однако он этого не сделал, просто облег в удобочитаемую форму поступивший заказ, даже не вчитываясь в суть и не пытаясь перепроверить факты. К сожалению, есть в России сегодня и такая журналистика, ангажированная, продажная и бесчестная. Хотел бы заметить, что статья условного Гришина в комсомольской правде появилась после того, как из Карабаха раздался писк о том, что он, дескать, будет восстанавливать свою так называемую, территориальную целостность. Это, мол, является одним из приоритетов, и целостность самопровозглашенного образования закреплена в Конституции. А восстанавливать эту целостность они, надо понимать, собираются силами своей якобы Карабахской армии, в которой сегодня, кстати, служит сын премьер-министра Армении. Вообще-то, все это и статья условного Гришина, и заявление не менее условного министра иностранных дел Арцаха напоминает мне бездарно срежиссированный фарс, в исполнении не менее бездарных актеров. Мне очень жаль, что зрителями всего этого убожества, заставляют быть жителей России. Так и хочется вспомнить слова таможенника Верещагина из Белого Солнца пустыни, мне за державу обидно. Верещагина 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 Верещагина